Привет всем, с вами Дмитрий Ророшенко, сегодня поговорим о миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства. Сегодня, 27 мая 2020 года, Госдумой приняты во втором и третьем чтении эти изменения, федеральный закон одобрен, и дальше его выпадет в Совет Федерации и на одобрение, значит, Путина. После этого, через 90 суток, он должен вступить в силу. То есть, если в ближайшие две недели пройдет процедура Совета Федерации одобрения президента, будет официально опубликован, то в середине сентября эти изменения должны вступить в силу. Поэтому все эти изменения касаются всех иностранных граждан, лиц без гражданства, так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии и, естественно, не забудьте поделиться, потому что информация, она актуальна для всех иностранных граждан. Сразу скажу, что в чем же заключаются такие изменения, в том, что на сегодняшний день, в настоящее время, пока не вступят в силу вот эти изменения, иностранные граждане не вправе ставить других иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, даже по адресу своей недвижимости. Исключение только для высококвалифицированных специалистов, членов и семей, а также иностранных граждан, которые купили, то есть являются собственниками этого жилого помещения, они могут сами себя поставить туда на миграционный учет. В иных случаях никак. Это изменение, так скажем, ограничение в отношении странных граждан действует еще с 2002 года. И поэтому данный федеральный закон, он вносит такие изменения, которые разрешают расширить этот круг иностранных граждан, которые имеют право выступить принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан или без гражданства, которые являются собственниками жилых помещений. Теперь, значит, вот этот миграционный учет можно будет поставить в отношении членов своей семьи. Это тоже очень важно и, наверное, для многих, тем более, когда вы подаете или на РВП, или на вид на жительство, то есть это для вас будет важным моментом. И причем здесь уравниваются и права и тех, кто постоянно проживает и временно проживает по РВП или по вид на жительство, право будет уравнено. И они также смогут миграционный учет осуществлять в отношении, то есть иностранных гражданин в отношении членов своей семьи по с видом на жительство и с РВП. Это тоже очень важная информация и очень важные изменения. Также законодатель предполагает, значит, возможность уведомления о прибитии иностранного гражданина, место пребывания осуществлять через госуслуги. То есть не только через МФЦ и ОМ, но именно через госуслуги будут подаваться документы для принимающей стороны и в отношении странного гражданина. Дальше вы будете получать уведомления о пребывании. Также предполагается установить возможность для граждан РФ, иностранных граждан, юридических лиц, возможность быть принимающей стороной, несмотря на то, что они находятся за пределами РФ. Для этого должно быть либо согласие, в самом договоре должно быть указано о предоставлении этого помещения, либо должно быть нотариально заверено согласие на представление этого помещения. То есть процедура действительно упрощается. То есть теперь, даже если вы иностранный гражданин и вам надо вставить на миграционный учет, а гражданин Российской Федерации или если иностранный гражданин находится за пределами Российской Федерации, то нужно будет все оформить просто нотариально и получить представителю доверенность, и можно будет зарегистрировать такого иностранного гражданина. Но на представителя, тот, кто будет оформлять по доверенности эту регистрацию, нужно будет осуществить, естественно, всю эту регистрацию и дальше миграционный учет, то есть представление сведения в органе миграционного учета, достоверных сведений по иностранному гражданину. И все это будет осуществлять также представитель, то есть на него будет возложено, потому что иметь будет нотариальную доверенность. Так что есть свои определенные плюсы, и это действительно очень важно. Будем надеяться, что он будет подписан Советом Федерации, одобрен, подписан президентом и дальше уже вступит в силу, потому что действительно он касается всех иностранных граждан и лиц без гражданства. И последний момент, который тоже очень важен. Принимающая сторона, тот, кто иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо, должны в течение 7 дней уведомить ОВМ, МВД о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и направить данное уведомление. Можно, как я уже сказал, будет в электронном виде через единый портал госслуг, либо, естественно, обратиться уже как бы обычным способом, то есть через МФЦ. 7 дней по закону, 7 рабочих дней по закону это нужно будет обязательно сделать. Важный законопроект касается всех иностранных граждан, поэтому будем следить его, как только президент Владимирович Путин его одобрит, официально будет опубликован, естественно, об этом сообщу. Спасибо вам, всего доброго и успехов в решении миграционных и других вопросов. Всего доброго.